В преддверии 1 сентября школы и детские сады проходят проверку готовности. Особое внимание комиссии обращают на безопасность и комфорт, оценивают и благоустройство состояния спортивного и игрового оборудования, материально-техническая база на особым контроле. В Беларуси дополнили список болезней, с которыми нельзя работать на госслужбе. В перечень вошли диссоциативное и обсессивно-компульсивное расстройство. Первое заставляет непроизвольно отрываться от реальности, второе вызывает навязчивые мысли. Изменение вступит в силу 1 сентября 2022. Более 225 тысяч школьников из многодетных семей получат матпомощь к учебному году. Единовременная выплата – 98,55 руб. Предоставляется вне зависимости от дохода. На этот вид поддержки в местных бюджетах запланировано более 20 миллионов рублей. В стране объявлен желтый уровень опасности и загруз. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный от слабого до умеренного. Столбик термометра максимально поднимется до плюс 26. В Бавруйске от скандального посетителя пострадал диджей ночного заведения. Наряд охраны вызвали около 4 утра. Оказалось, 19-летний нетрезвый горожанин повздорил с персоналом и в отместку распылил содержимое перцового баллончика в лицо сотруднику кафе-клуба. Действием задержанного будет дана правовая оценка.